Николай Голубев в свои 88 не представляет, как можно обогреть свой дом, кроме как не дровами. Сколько себя помнит, столько заготавливает дрова. На зиму ему хватает три таких телеги. Чтобы пополнить дровяник, сам ездит на делянку, пилит, а затем и колет. В этом году в полдневую пришел газ. Но Николай и не думает о подключении. Подключать газ или остаться на дровах думают сегодня почти в каждом доме полдневой. Причина все та же – цена вопроса. Нужно делать проект, покупать оборудование, получить разрешительные документы, искать тех, кто заведет трубу в дом, а цены на все это высокие. В деревне же живут люди, не побоюсь сказать, со средним достатком, которые считают каждую копейку. Кредиты не дадут, конечно. А если кредиты дадут, опять же с процентами. Где их опять освоить? Мы до пенсии дожили, но после пенсии мы до смерти, наверное, точно не рассчитываемся. Это уже факт. Газа в домах полдневой никогда не было. Аркадий Валиахметов здесь живет уже 30 лет. Ровно столько же лет на селе говорят и о газификации. Ну, с 91-го года, кстати. Тогда с нивелиром работали, разметки сделали, копать и ямы будем бетонировать. Потом все это собралось, увезли чего-то надкуда. Прошел этап последней перестройки все эти. Свет надежды появился в 2015-м, когда на границе села подвели газопровод высокого давления. В этом году мечту приблизили до уличной сети. До цивилизации рукой подать, говорит Аркадий, нося дрова хапками в дом. Татьяна Петровская, инспектор по работе с населением в сельской администрации, соглашается, что газ – удовольствие дорогое, но оно того стоит. Голубое топливо буквально открывает новый перспективный мир для односельчан. Люди давно обещают и ждут этого газа, потому что в селе сейчас с дровами трудно, живут в основном пенсионеры. Газ будет, может быть, и молодежь будет оставаться на селе, откроются какие-то предприятия. По словам Павла Викторовича, начальника УГХ в селе Полдневая планируется провести три ветки газопровода высокого давления. Первая будет включать в себя котельную и пять газораспределительных шкафов пониженного давления, к которым будут присоединены газораспределительные сети низкого давления. Далее, по заявлениям жителей села, Газекс начнет технологическое присоединение потребителей. Линейная длина газопровода, построенного в этом году – 3343 метра. Наша основная задача – это все-таки построить котельную, которая находится в районе многоквартирных домов, детского садика и проектируемой перспективной школы. Котельная на 1,2 мегаватт, возможно, будет построена в селе уже в этом году. Газопровод подведен именно к этому участку, где запроектирован объект теплоснабжения. Остается только урегулировать ряд юридических вопросов. В зону строительства попало 30 участков жителей. Застройка хаотичная, то есть коридоров для прокладки сетей нет, поэтому приходится идти по огородам, по полисадникам, то есть вблизи непосредственно, между дорогой, вдоль дороги. Газопровод пересекает железную и автомобильную дороги, а также реку в двух местах. Стоимость проекта – десятки миллионов рублей. Но только вот для чего все это, если жители села еще до конца не знают, нужен ли им этот долгожданный, но столь дорогой газ? Ксения Балденкова, Константин Миронов. Новости. Твой день. Ксения Балденкова, Константин Миронов. Новости. Твой день. Ксения Балденкова. Новости. Твой день.